Всю неделю в редакцию Вестей звонили обеспокоенные жители сразу нескольких районов Казани. Жалуются на бродячих собак. Если днем псы сторонятся у людей, то вечером на улицу и выходить страшно. Есть случаи нападения. Факты подтвердили нам и в травматологических отделениях. Только в этом месяце в советском районе покусаны более 80 человек. И вот на этом фоне выясняется о бесконтрольной популяции животных в городе. Подробности у Айгуля Мировой. Абонент не отвечает или временно недоступен. По телефону горячей линии СОБЖ не отвечают уже с начала года. В недоумении казанцы обращаются в нашу редакцию. Бродячих собак и покусанных людей становится все больше. Травматологи ежедневно фиксируют обращение. Бешенство это грозное заболевание, которое заканчивается летальным исходом, если не сделать своевременную прививку. Укусы бывают спровоцированные, как правило. Люди сами подходят к бездомным животным на улице, чтобы погладить, покормить. И в результате с укусом обращаются в травпункт. Ролики нападения собак на людей появляются в интернете все чаще. Видео выкладывают очевидцы. Пощады нет ни детям, ни взрослым. Детские площадки, пришкольные территории, дворы, рынки, площадки у магазинов. Собаки везде. Служба от лова не то, чтобы не справляется. Она вообще не работает. В городе проблема открыта. Чаще всего на людей нападают голодные или больные собаки. Опасны дворняги, когда охраняют свое потомство или территорию. Пустыри и теплотрассы лучше обходить стороной. Если на вас все же напала стая, главное не паниковать. Не бежать и не размахивать руками. Лучше всего стать собаке боком и позвать на помощь. В такой ситуации поможет и баллончик, или ультразвуковой отпугиватель. Вот один раз напугали. Вот идут задумчивые, вдруг из-за куста, бах, как залаял. И хорошо. Ну, сейчас все не вспомнишь. Ну, в общем, я их не желаю видеть. У собак должно быть, должен быть хозяин. И все. Бродячих собак ни в коем случае. Мне даже жалко, когда это самое. И котят мы жалеем, подкармливаем, и собачьих. Ну, я думаю, для бездомных собак нужно организовать питомники. Есть еще там искусственная стерилизация, по-моему, штука. Но это беда, это бич. Потому что действительно это страшно и опасно. Даже взрослому мужчине, когда идет своро собака, не говоря, жадить. Поэтому это серьезно. Я отношусь с ним с жалостью. В то же время считаю, что надо их убирать. Ну, что-то церковь зону общества у нас есть. Ну, мы должны быть такой вот, так вот, сказать, ты можешь диковато, честно говоря. Знают об этом и в госсовете, и в исполкоме Казани. Но решение уперлось в бумажную волокиту. Отловом, вакцинированием и стерилизацией раньше занимались сотрудника СОБЖа, руководитель Рустем Нурулин. Работал он по контракту. Сейчас от своих обязанностей он не отказывается. Однако в исполкоме должны дать добро. В свою очередь исполкому, в госсовете. Вопрос на рассмотрение. Единственный, кто сейчас оберегает горожан от собак, а собак от горожан, это волонтеры. На утро я готовлю, вот сейчас уже готовлю. Кстати, извините, мне надо посмотреть, что там делается. У дяди Володи день расписан по часам. Кормление, уборка, лечение питомцев, все на его плечах. Скучать, признается, пенсионер не приходится. У него, как и у его подопечных, ни жилья, ни родных, вот и трудится. Ради еды и крыши над головой. В поселке Ковали Пестричинского района сейчас на содержании 78 собак. У каждой тяжелые заболевания и переломы. Организовала питомник Светлана Найденова. Купила дом, наняла рабочего. Все собаки здесь привиты и стерилизованы. Помогают ей волонтеры, но их не хватает. В начале года питомнику выделили 500 тысяч на вольеры. Но денег хватило только на строительные материалы. Нанимали рабочих на деньги благотворителей. Источник истяк. Остались только долги. Продавать. В приют собакам деньги отнести. Чтобы там покупали корма, водки. Помочь собрать деньги на еду и теплые вольеры откликнулись школьники. Сегодня на Баумана они будут продавать свои поделки бумажных собачек. В первую такую акцию удалось собрать 2000 рублей. Чтобы решить проблему, не нужно деньги туда вкладывать. А нужно собаку туда брать. То есть, чем меньше собак, это задача, чтобы меньше собак было там. И желательно, чтобы собак, можно взять собак, они все привиты, стерилизованы. И можете приехать, взять. И у вас будет домашний питание. Из приюта не только не забирают, но и подкидывают своих. Два гонщих кобеля. Хозяйка привезла с условием, что скоро заберет. Прошел год, она не появилась. Знаю, знаю, знаю. Осталось немножко. Айгуль Амирова, Валерий Митрошин и Марсель Кадыров. Вести. Татарстан.